Кто из нас не одинок и у всех есть проблемы. Я тоже так думаю. Я хотел написать... У всех есть свои проблемы. Понятное дело. Майни, вновь с вами. Всем привет. И сегодня у нас реакция на видео с канала Upvote. Называется сколько тебе лет? Твоя самая большая проблема. Такой вот допрос. Небольшой получается. Позвольте смотреть. Будет интересно. Я антимайни. Я очень зол. Я украл вашего глупого блогерка, потому что... Потому что я появился в магазин. И я должен получить у него скидку. И это было бы правдой. Но в Майнишоп уже скидки в честь открытия. Поэтому ребята, донаты, стим пополнение, всякие геншины, Бравл Старсы и прочее. А также добавился робокс и все игры с Майкрософт и Эксбокс. Приходите, смотрите. Ссылка в описании. Расскажите, сколько вам лет и какая у вас сейчас самая большая проблема в жизни. Мне слегка за 40. Я очень много пью и мне нужно сбросить лишний вес. В феврале я пила всего три раза. Плюс я стала чаще гулять на улице. Так что можно сказать, что я работаю над собой. Мне 60. Моя самая большая проблема в том, что мне приходится работать 50 или 60, а то и больше часов в неделю. Только для того, чтобы оплатить все счета. Это на самом деле грустно, то, что работать приходится много. К тому же, моя жена прикована к постели, у нее рак. А еще мы воспитываем нашего старшего внука. Как однажды сказал сержант Мерта, я уже слишком стар для этого диктата. Мне 23. Несмотря на две работы, я не могу позволить себе достойно жить. Я не могу одеваться так, как я хочу пить то, что я хочу или делать то, что я хочу из-за религиозной диктатуры правительства. Мой паспорт один из самых низких в рейтинге ценностей паспортов. Так что я практически не в состоянии путешествовать. И даже если не брать во внимание паспорт, наша национальная валюта полная... Так что вот так. По приказу правительства моей страны, наших девочек ежедневно гнобят в школах, а людей арестовывают и убивают на... Мне что-то типа Ирана, случайно. ...вылица за протесты. Я Иранка... Блядь. Ну, я почему-то подозревал. Смотрите, что происходит у нас в стране. И помогите нам, пожалуйста. Мне 78 лет, и я знаю, что... Там жутко. Жутко в плане всего этого, то, что там происходит, конечно, людям там нелегко. Такая инфляция сумасшедшая. Там просто там такие вещи происходят, не знаю. У меня неизлечимая болезнь. Я могу принять это, но все остальные люди в моей жизни отрицают действительность. Я часто слышу от них. В конце концов, врачи ведь не знают всего, правда же? Нет, не знают. Но они знают, что при такой болезни шанс того, что человек проживет 5 лет, составляет 1%. А теперь, мальчики и девочки, давайте все вместе произнесем это. Шанс прожить 5 лет составляет 1%. Мне 15. Моя самая большая проблема в том, что мой отец, который живет на юге, поставил меня в положение, когда я должен выбирать, с кем я хочу жить. С ним или с моей мамой на севере. Для меня это жесткий стресс. Я, будучи ребенком, чьи родители... На самом деле, блин, развод родителей, это всегда в первую очередь стресс для ребенка, а не для родителей. Так получается, потому что... Разведены, могу дать тебе совет. Ребенок не может развалиться на две части. Мне не обязательно должно быть лучшим для них. 37 лет, и я постепенно слепну. Я не знаю, сколько времени пройдет до того, как я полностью ослепну, и у меня больше не будет возможности прожить свою жизнь в богатстве, независимости и прочем, о чем я думал раньше. Однако это точно произойдет. Для меня каждый день, когда я вижу лица моих близких, это подарок небес. Изменено. У меня дистрофия колбочек. Полезнь началась с маленьких падающих звездочек в периферическом зрении одного глаза. И прогрессировала до полного помутнения центрального зрения в этом глазу. При ярком освещении мой глаз испытывает эффект шума или стробоскопа, как когда нормальный человек смотрит прямо на яркий свет. Другой глаз пока в норме, но со временем с ним произойдет то же самое. Если у вас есть какие-либо непонятные симптомы, связанные со зрением, немедленно обратитесь к офтальмологу. Страшно. Мне 42, и я пытаюсь понять, какая из моих проблем самая большая. Выбираю между бабками и дипломами. Я начал читать комментарии, надеюсь увидеть людей, которыми еще хуже, чем мне. Может быть, в этом есть доля садизма, либо доля надежды. Не знаю, я просто пытаюсь найти причину, чтобы перестать ненавидеть собственное существование. Но пока не получаю. Кстати, как сейчас много несчастных людей? Это, ну, мне кажется, их раньше было много. Просто раньше не было интернета, который мог показать, что их много. Вот знаете, многие говорят, вот раньше столько грустных людей не было. Они были, просто их было не видно, а сейчас эти грустные люди могут написать в интернете, что им грустно. Они могут сказать, кричать на весь мир, что им грустно. А люди их пытаются винить. А на самом деле, а за что винить людей, которым, ну, плохо? Им просто хочется чего-то. Они сами могут не понимать, чего они хотят. И люди, они такие. К сожалению, иногда люди хотят даже каких-то просто обыденных вещей, просто ласки, тепла, чего-то может не хватать этого. Кому-то может не хватать самого простого просто еды. Это страшно, что вот эти, знаете, самые нижние, знаете, есть пирамида масла, вот это нижние потребности какие-то, самые важные, чтобы просто дальше двигаться выше. У некоторых людей не могут быть получены. То есть еда, жилье, у некоторых этого нет. Это страшно. Пару дней назад мне исполнилось 43 года. У меня проблемы с деньгами. Большую часть моей взрослой жизни я пребывал... Так, конечно, всем хочется тепла и добра. Между тоской и детьми есть определенная разница. Но сейчас я испытываю то и другое. А этого не должно быть, ведь я здоров. И у меня все конечности на месте. Плюс у меня в окружении есть люди, которые заботятся обо мне. Из-за всего этого я чувствую себя еще большим неудачником. Надеюсь, что скоро станет лучше, как и мне. 74, и у меня нет никаких проблем. Если у вас такие большие проблемы, прям вообще вы какой-то дьями, то психотерапевт, психиатр, ребята, вам, ну... Психолог это начальный уровень, понимаете? Но если там реально проблема у вас очень жесткая, то это психотерапевт и психиатр только потому, что... ...роме осознания того, что мое время ограничено. Возможно придется и с таблетками. Я не покупаю зеленые бананы. Потому что я могу умереть до того, как они успеют созреть. Это любимая шутка всех стариков. Мне 59 лет, и все мои мысли заняты потерей жены, которая также была для меня лучшим другом. Я любил ее 42 года и хотел бы любить еще 42. Я как-то читал книгу Виктора Франкла «Человек в поисках смысла», и этот отрывок произвел на меня неизгладимое впечатление. Однажды пожилой врач консультировался у меня по поводу тяжелой... Он не мог пережить потерю своей жены, которая умерла 2 года назад и которую он любил больше всего на свете. Но как я мог ему помочь? Что мне было ему сказать? Я отказался от каких-либо бесед и просто спросил его. Скажите, доктор, что было бы, если бы вы умерли первым, а ваша жена вас пережила? О, сказал он, для нее это было бы невыносимо, как бы она страдала. На что я заметил. Видите, доктор, какие вы причинили бы ей страдания своей смертью? Ваше горе есть плата за то, что этого не произошло. Он не сказал больше ни слова, лишь пожал мне руку и тихо покинул кабинет. Страдание каким-то образом перестает быть страданием после того, как обнаруживается его смысл. Такой, например, как смысл жертвенности. Мне 32 года, и мой отец умер месяц назад. Тут, к сожалению, получается так, что мы же не сказка живем, типа мы не умерли в один день, да, или там бесконечно жили. Тут, к сожалению, такие родители не бесконечные, родные не бесконечные. И это надо их ценить, поэтому надо ценить, пока они живы, любить их. Особенно, если они хорошие. Я не знаю, как жить в мире, в котором его нет. Я так по нему скучаю. Я отец, твой папа хочет, чтобы ты... Поверьте, самые важные для вас люди, это близкие, которые особенно к вам, ну, хорошо относятся, и которые действительно, вот вы знаете, сколько вот, очень долгое время. Возможно, там, ваши дети, да, если они у вас есть, это 100%. Мама, папа, ну, бывают неадекватные, согласен 100%, но в большинстве случаев, в большинстве они вполне себе нормальные, смогут быть с ошибками неидеальными, потому что идеальных людей нет, идеальных родителей тоже, скорее всего, нет. Особо-то, но бывают ужасные люди, тут я писать не буду, и ужасные родители, там, да, к ним никакого сожаления особо не может быть, но многие, там, например, просто из-за какого-то там периода максимализма или там юношеского, ну, знаете, вот этот юношеское бунтарство, могут говорить, фу, родители, отстой, и только потом понять, что, насколько они их ценили. Вот такие вот вещи. Жил полноценной жизнью, отчаянно любил, совершал ошибки, радовался, смеялся, реализовывал свой потенциал. Он хочет, чтобы ты любил себя так же сильно, как он любил тебя. Мне 32 года, и у меня только что скопалась моя новорожденная дочь. Это самая ужасная ситуация, которая может произойти в жизни. Прям невероятно жуткая. Мой малыш умер, когда ему было полтора годика. Сейчас ему было бы уже шесть. Мы поняли, что наиболее полезным в нашей ситуации было бы опираться на всех, кто готов поддержать нас и просто ждать. Нужно время, возможно, годы, чтобы пережить случившееся. Это очень страшно. Это прям вообще мега страшно. Это прям, я не знаю, это, наверное, страх большинства будущих родителей, что такое может случиться. Ну, не большинства, это страх всех будущих родителей, кто хочет быть родителем. Один. Душевная боли за отношения и вероятность увольнения с работы. Я слишком стара для любой из этих проблем. Мне до пенсии осталось 6 лет. 29. Все мои счета растут, а зарплата нет. Я понимаю тебя всей душой. С 2019 по 22 год у меня была одна и та же зарплата, и я становился все беднее и беднее, поскольку моя покупательная способность резко снизилась. В 2023 году я устроился на новую работу и получил прибавку в 10 тысяч долларов. При этом стресс и ответственность на новом месте повысились на тысячу процентов. Однако я чувствую себя лишь немного лучше, чем в начале 2019 года. Меня это так сильно угнетает. Мне 62 года, и я наблюдаю, зачем, как мы женаты. Это вообще сложное время. Очень сложное время. Эти коронавирусы, эти кризисы, это война. Господи, столько всего навалилось на человечество, это просто невероятно. День за днем умирает от рака поджелудочной железы. Она любовь всей моей жизни. Божий дар для меня. Я и раньше был женат, но никогда не знал любви, пока не встретил ее. Я просто не могу дышать. Я не могу плакать, потому что я должен быть сильным ради моей прекрасной супруги. День за днем я чувствую, как у меня разрывается сердце. Когда ее не станет, я не могу представить, как я смогу прожить хотя бы день без ее улыбки и смеха. 49. Мне ничего не интересно. У меня то же самое. Меня ничего не волнует. Типа, мне реально на все... Поздравляю, у тебя... 37. У меня только что скончалась мать. Она оставила мне под мою ответственность своего ровесника-брата с инвалидностью. Ну, это звучит страшно. Как-то звучит, наверное, может, то, что я пытаюсь какого-то обидеть. Типа, надо лечиться. Нет, это не с упреком сказано. Это сказано в том, чтобы человек себя мог почувствовать хорошо. Но это, наоборот, желание тому, чтобы человек себя чувствовал лучше. Мне нет желания, я какое-то желать плохо. Я не... Может, кто-то так думает, что я кому-то мог желать плохо. На самом деле, смысл мне какой-то от этого. Тем более для незнакомого человека. Никакого плана, что делать, она мне не дала. Несмотря на то, что я годами умоляла ее что-нибудь придумать. Я живу в 10 часах езды от ее дома и работаю полный рабочий день. Теперь я должна все это как-то разруливать. Мне 27, и я все больше и больше прихожу к ужасающему осознанию того, что мне не очень нравится этот мир. То, куда он движется, то, как мы боготворим и поощряем жестокость и эгоизм, то, как мир попросту уродлив. Это не тот мир, который я представлял себе, когда был юн. Теперь мне приходится мириться с этим сокрушительным осознанием. В некоторые дни мне в особенности трудно. В другие дни, я думаю, стоит ли продолжать жить в мире, который мне так не нравится. Ты можешь создать свой уникальный и прекрасный микромир в этом огромном и испорченном мире. Я понимаю, что вокруг много к***на, но старайся не слишком акцентировать на нем свое внимание. Это правильно, Светлана. Я акцентировать внимание не надо. Концентрируясь на себе, ты не становишься эгоистом. Так ты делаешь шаг в сторону самосохранения. Так ты начинаешь понимать, что способен контролировать только свои действия. Я старше тебя всего на 2 года, но я уверен, что именно такое понимание мира помогло мне, когда мне все казалось безнадежным. Я надеюсь, что то же самое поможет и тебе. Просто знай, что ты не одинок в своих чувствах. Мы склонные к самоанализу и чуткие люди часто боремся с тем, что наш мир не поощряет. И, наконец, записывай свои мысли. Это помогает выразить свои чувства и мысли в конструктивной форме. 62. 2 января мой муж внезапно скончался. Теперь я должна понять, что мне делать со своей жизнью. Глубоко сочувствую твоей утрате. Когда умер мой отец, моя мать, ей тогда был 61 год, мучительно медленно проходила через все стадии горя, но так или иначе она это преодолела. Не позволяй людям указывать тебе, как тебе переживать это горе. Мы все разные, кому-то нужно больше, а кому-то меньше времени на это. 35. Яростно показывает пальцем на все вокруг. 35. Осторожно показывает пальцем на все вокруг, а также на свою спину. 35. Ща я отдышусь после того, как поднялся по лестнице. Фух, вроде норм. Осторожно показывает пальцем на все, а также на свою спину. Трэд, как ни странно, получился великолепный. Он служит напоминанием о том, что никто из нас не одинок и у всех есть проблемы. Я тоже так думаю. Я хотел написать... У всех есть свои проблемы. По это дело, блин, ребята, вы думаете, что даже у самых успешных людей не бывают проблемы? И бывает. Просто каждый... Кто-то учится бороться с ними, кто-то не может с ними бороться. У кого-то получается лучше, у кого-то получается хуже. Но это не говорит о том, что надо переставать бороться и переставать там саморазвиваться и пытаться чего-то достичь в плане улучшения самого себя. Я не говорю там достичь каких-то высот, так и далее, ставить след в истории. Это практически нереально. Ну, будьте трезвыми, честными. И даже я это понимаю, что ставить какой-то след в истории я тоже не смогу. Я не гений какой-то. Я не гениален, я не суперумный. Моментами я понимаю, что я туповат. И многие вещи, которые люди так легко рассказывают, мне создаются с большой сложностью. И, наверное, когда я начал понимать то, что, ну, вот я такой, какой я есть, да, я пытаюсь становиться лучше, я занимаюсь там тем, тем, занимаюсь своими хобби, занимаюсь этим каналом, пытаюсь там с вами общаться и так далее. Я просто понимаю, что вот как-то самое странное, что сейчас я чувствую себя хорошо. Да, то есть как бы, когда я осознал всю тщетность, да, вот того, что, ну, такая вот жизнь, она сложнее, чем кажется. Но, наверное, именно когда я осознал то, что вот так все, в принципе, нелегко, и что я на многие вещи не влияю, но я могу повлиять на то, на свое самочувствие, ну, вот, на свое самочувствие, на свое мировоззрение, на свою жизнь, вот другими вещами, вот на свое именно, то мне стало легче жить. Вот как-то вот так у меня это получилось, что я понял, что, ну, плохо, но я, например, могу заниматься тем, что мне нравится, я буду этого кайфовать, я могу заниматься и становиться умнее. Да, не умнее, чем кто-то, умнее, чем я вчера, и для меня это сейчас важно. И из-за этого я чувствую себя намного лучше, правда. Свою проблему, но пока читал... Для меня, на самом деле, открытие стало то, что я начал машину водить, и мне очень нравится, я от этого дико кайфую. Для меня это такая вот разгрузка моральная, прям хорошая. Для меня программирование стало открытием снова, потому что я думал все время, что все, программирование никогда нет, а в итоге я сейчас разрабатываю какую-то игру, мне нравится, да, сложными местами, приходится иногда там искать, как это решить, проблему, как что-то сделать, но это прикольно, и я начинаю оценить все это. Других и молился за них, забыл о своей. 31 год. Горе, тревога, деньги, невозможность позволить себе дом и тем самым вырваться из нищеты. Сейчас у меня больше денег, чем когда-либо в жизни, но они все равно никак не могут мне помочь. Я не уверен, как правильно выразить свою мысль, но я постараюсь. Мне 59 лет. На протяжении десятилетий у меня в жизни были сплошные неудачи, но теперь у меня есть работа, которую я реально люблю, хоть она и не приносит таких денег, какие я мог бы зарабатывать, если бы выбрал другую профессию. Стоит также отметить, что мне пришлось растить двоих детей. Я понимаю, что тебе тревожно, и я уверен, что твоя тревога основана на реальных опасностях. Это ужас, когда у тебя в мозгу все время крутятся эти негативные мысли. Но в общем, мои родители умерли более 25 лет назад, и это научило меня оценить каждый день и понимать, что все может измениться в любой момент. И не всегда эти перемены окажутся плохими. Тебя может ждать что-то хорошее. Мои родители все время экономили деньги и составляли бюджет, но в конце концов их не стало. Они просто покинули этот мир. Знай, что каждый день это ценный подарок. Не парься о завтрашнем дне. Просто живи и наслаждайся каждым моментом своей жизни. Я понимаю, что оплатить квартиру это реальная проблема, которая может вызывать беспокойство и стресс. Но не забывай жить в настоящем, потому что сегодняшний день происходит прямо сейчас. А ты можешь упустить много прекрасных моментов, если будешь постоянно беспокоиться о будущем. Живи. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео... На самом деле, да, даже жизнь такая, знаете, каруселька. Вверх-вниз, вверх-вниз. И важно замечать не только падение вниз, но и свои небольшие, может быть, победы какие-то внутренние и так далее. Даже минимальные. Приготовили вкусно поесть. Сами там, например, да. Поедали. Блин, вкусно приготовил. Все, это твоя маленькая победа. Радуйся этому. Что-то сделал, то, чего раньше не мог. Такой, блин, круто. Это твоя еще маленькая победа. Радуйся этому. Повезло что-то. Пошел прогуляться. Круто ты, выше прогуляться. Это тоже твоя маленькая победа. Наша жизнь состоит из мелочей. И главное, замечать не только плохое, а научиться замечать и хорошее. Пусть и плохого много, да, сейчас, к сожалению. Но и хорошего надо пытаться искать, особенно, вот особенно в такие времена, мне кажется, надо учиться его и тем более искать, потому что иначе можно просто сойти с ума. Так как поначалу я действительно сходил с ума, мне прям было очень сложно. Сейчас намного проще. Все равно бывают моменты, когда дневники, когда прям настроения вообще никакого нет. Бывает такое, я не отрицаю, я не идеален, я не могу тоже противостоять всем своим плохим мыслям. Сто процентов. Бывают такие дни, когда прям очень плохо. Прям вообще, вот не знаешь, капец, думаешь, все, мир вается. А потом как-то вот, я обычно в такие дни пытаюсь чем-то отвлечься, позаниматься, поработать. Если прям вообще ничего не идет, я просто иду, ложусь спать. На самом деле, когда я ложусь спать, пересыпаешь этот момент, как-то проще становится. Пишите ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Всем удачки, всем пока. Пау.